Республика Коми Итак, в сегодняшней программе «Точки над И» принимают участие Александр Карманов, первокурсник Коми Государственного педагогического института. Здравствуйте. Леонид Зильберг, общественник. Здравствуйте. Дмитрий Антонович Беляев, заместитель министра образования Республики Коми. Здравствуйте. Светлана Леонидовна Колосова, профессор Сыктывкарского университета. Добрый день. И Вячеслав Григорьевич Антонов, проектор Академии госслужбы и управления. Добрый день. Вы привыкли к тому, что у нас в программе чаще всего различные точки зрения. Они, собственно, и сейчас присутствуют по поводу объединения Сыктывкарского университета и КГПИ. Ну, в частности, Александр Карманов, судья КГПИ, естественно, считает, что объединяться вообще не нужно. Леонид Зильберг считает, что это объединение есть поглощение университетом КГПИ. Светлана Колосова и Вячеслав Антонов считают, что нужно сливаться под эгидой Сыктывкарского университета. Об интеграции будет говорить Битая Точбеляев. То есть, у всех участников нашего сегодняшнего программа абсолютно разные точки зрения. Но ответьте на один вопрос вначале. Как вы считаете, это объединение, ну, так скажем, слияние в некий университетский комплекс, это вынужденная мера по результатам мониторинга или, в общем-то, давно назревшая ситуация, давно назревшая необходимость? Ваше мнение. Как известно, любое управленческое решение, а это управленческое решение, оно должно быть основано на просчете рисков того, какие результаты будут в результате объединения или того решения, которое пытаются реализовать. И вообще говоря, давайте посмотрим сразу же, какие риски на какой стороне находятся. Что мы теряем или не приобретаем, если мы не объединяемся, и что мы теряем или приобретаем, если мы действительно создаем новый объединенный ВУЗ. И вот здесь возникают, естественно, такие проблемы. Вообще говоря, интегрирование – это не первый день. Это уже наработанный механизм, уже масса ВУЗов в России объединились, более крупные федеральные университеты, научно-исследовательские комплексы и так далее. И мы сегодня уже знаем, что в ряде регионов это прошло очень успешно. Это дало старт новому, очень мощному ВУЗу с высоким авторитетом, у которого сейчас его лейбл, его ярлык всем известен, бренд ВУЗа, сейчас становится очень популярным. И есть неудачные эксперименты, когда объединение проводилось чисто формально с точки зрения либо просто поглощения прямого, либо просто формального объединения, вот то, что называется сейчас ассоциацией. Ну, то есть, может быть, дело в том, что… Система не самостоятельность, а бренд общий. Но при этом галочку поставили, да? Да, галочку поставили. Министерство же приказало и так далее. Поэтому, прежде всего, я хотел бы сказать, что если мы говорим о проблеме объединения, мы должны в данном случае просто просчитать, что республика… Это понятно. Мы это поговорим. Да или нет? Вы считаете, это вынужденная мера, давно назревшая ситуация? Это просто логически выстраданная мера, к которой мы пришли наконец-то. Это понятно. Да, пожалуйста, еще. Сладька, прошу вас. Несмотря на то, что господин Антонов математика, я гуманитарий, я считаю, используя это же самое понятие, логически, да, вот, вытекающие из истории развития вузов. Каждая организация, да, имеет свои этапы развития, да, пединститут пережил пик подъема, да, в своем педагогическом образовании и, к сожалению, не смог удержать эти высоты, да, на фоне последних, да, десятилетий уже, да, можно сказать. И потерял очень многое в плане возможности обеспечить качественное педагогическое образование. Сыктывкарский университет, который начинался в 1972 году, усилиями, если я правильно помню, питерских, московских специалистов, которые были присланы сюда, да, для подъема высшего образования в республике, аналогично сегодня имеет. Многие проблемы, ну, они более решаемы, да, чем, скажем, проблемы института. И в ситуации, когда меняется система финансирования высшего образования, мы должны решить вопрос, как логически вытекающее следствие, да, из-за изменения системы, в первую очередь, эконом-финансирования в вузах, мы должны решить вопрос, на каких условиях какой вуз сможет решить проблемы республики, правильно воспользовавшись теми средствами, да, которые он вправе будет получать от федерации. А я хотел бы с вас задать вопрос у Александра. Александр, вы с первого дня говорили, что вы категорически противник того, чтобы было некое облачение. То есть вы готовы учиться также, продолжать в комико-институте в педагогическом институте, правильно я понимаю? Да. А вы закончили помозинскую школу, насколько я знаю, правильно? И через 4 года, через несколько лет, вы возвращаетесь туда в качестве учителя? Да. Учителя, и вы считаете, что именно только пединститут может вам дать необходимое образование? Конечно. На чем основывается ваша позиция? Ну, во-первых, комико-институт выпускает замечательных преподавателей, если так посмотреть. И почему я вот больше всего против объединения? Ну, во-первых, это достояние республики, в первую очередь, достояние нации. И я считаю, что это просто варварски объединять его с СГУ и как бы уничтожить это достояние. Давайте сделаем музей из пединститута. Я считаю, что... Что вы хотите? Ну, вот сейчас он объявлен неэффективным. Я считаю, что это в первую очередь виноват руководство, потому что, значит, они не смогли полностью как хорошо руководить вузом. Вот, значит, надо менять руководство, значит, менять... То есть, вуз – хорошее руководство, плохое. Я правильно понимаю? Да. Понятно. Вы имеете в виду ректорат? Да. Ну, ректорат, например, там и так далее. Леонид, ваша позиция по этому поводу? Вы считаете, что это вот действительно... Честно говоря, у меня вообще совершенно другие приоритеты вообще в этой истории. Блин, но я пытаюсь понять вообще позиции сторон. Вот, перед тем, как идти на программу, я поговорю со своей сестрой. Причем, у меня семья связана, так сказать, с тем и с другим вузом. Да. Сестра у меня выпускник пединститута, вот, значит, и она, значит, связана с очень многими другими выпускниками. Буквально, так сказать, передаю ее слова, как бы, вот мы все выпускники пединститута, очень благодарны этому вузу за то, что он нам дал, вот, и мы все противники этого объединения. Вот, значит, не знаю, насколько, так сказать, можно говорить от имени всех, но я думаю, что, я думаю, что все-таки это действительно господствующий, вот, среди, вот, если мы учителей спросим... Это такая патриотическая точка зрения. Если мы учителей спросим, я думаю, это будет господствующей точкой зрения, это надо иметь в виду, а это огромная масса людей. Я выслушал мнение, очень интересное мнение, и здесь я, конечно, поддержу коллег, что интеграционные процессы назрели, но я не совсем согласен, что это вытекает из истории развития конкретных вузов. Давайте посмотрим шире на ситуацию. Есть федеральный аспект, региональный аспект, локальный аспект. Если посмотрим федеральный аспект, ни для кого не секрет, если берем именно вот эту ситуацию, педагогическое образование, классический вуз, у нас выпускается, выпускалось в 2011 году по оценке Росстата 133 тысячи выпускников педагогической специальности. В школы пошло, это тоже оценка Росстата, это не какие-то выдуманные цифры взяты с потолка, 10%, 13 тысяч. Второй момент федерального уровня. У нас сейчас учителей в школах 55% пенсионного возраста, либо пенсионеры по возрасту, либо пенсионеры по стажу. 25 лет по стажу, то есть пенсионер. Это федеральный аспект. Если посмотрим региональный аспект, давайте посмотрим контингент обучающихся за последние 5 лет, допустим, в Совкарском госуниверситете, в Пединституте. В Совкарском госуниверситете 5 лет назад было 7-7,5 тысяч студентов, сейчас там 5800 с небольшим. Посмотрим Пединститут. 5 лет назад там было 4000 студентов, сейчас там 2500. Как вы посмотрите, динамика и тенденция к снижению количества студентов, которая вытекает из, так сказать, объективных проблем, о которых мы сейчас говорим, собственно, с вами, к тому, что если вообще никаких усилий не предпринимать, вообще никаких усилий не предпринимать, то все само собой произойдет. И в Пединституте это произойдет само собой. И правильно сказали коллеги, что нормативное поддушевое финансирование, оно расставит все точки, так сказать, над «и». Это региональный момент. Теперь дальше посмотрим. Если посмотреть гуманитарный блок, в принципе, специальности, гуманитарного блока, не только педагогика, это история, юсподенция и так далее, и так далее, уже несколько лет идет снижение контрольных цифр приема на эти направления специальности. Поэтому на уровне федерации и задумываются, как, в общем-то, регулировать процесс. Разные подходы, я хотел бы сказать, Дмитрий Петрович, получается. То есть то, о чем говорит сейчас Леонид Александрович, и те люди, которые мне говорят о том, что, ну как же, наш Цитовикарский университет родной, да я сам его заканчиваю, ну как это так еще, как это могло быть такое. Как господин Шарков, министр образователь, закончивший 5 суток, может такое говорить, да мы другие вузы заканчивали, мы в другое время их заканчивали. И сейчас время совершенно, ситуация другая, несколько изменилась. И если идет к тому, что надо необходимо это делать, то надо делать. У меня только один вопрос. Объединение, ради объединения происходит? Или чего мы хотим достичь? Давайте я закончу, так сказать, локальный аспект еще есть. Давайте мы все-таки вспомним о том, что концепция модернизации профессионального образования, в том числе и высшего, она у нас есть. Да. И там, не сейчас, а в 2010 году предполагалось создание двух крупных университетских комплексов, которые бы совмещали в себе в самокупности некую такую площадку под дарм для выхода на федеральный уровень. Это Ухтинский технический университет, техническое направление и классический университетский центр в Сыктывкаре. Соответственно, с 2009 года попыток таких конструктивных ни со стороны СГУ, ни со стороны предыдущих института не было. Ну и вот, так сказать, возникли на федеральном уровне определенные движения в Миноборнауке, которые, опять же, вызваны не просто какой-то прихотью министра образования на Украинской Федерации, либо министра образования Республики Коми Шаркова и Ливанова. Это объективная необходимость что-то делать. И здесь, конечно, патриотизм, историческое развитие и так далее, это важные факторы. Ну вот, например, Сыктывкарский лесной институт. Они с гордостью проводили конференцию, посвященную 60-летию лесного образования, но при этом постоянно вспоминают и чтут традиции, что начиналось это лесное образование с педоинститута, с маленького кабинетика, где впервые начали это обучать. Почему нельзя совмещать? Те зрители сейчас обратят внимание на то, что у нас обычно на программе присутствует 6 человек-гостей. У нас действительно должна быть быть шестой часть нашей сегодняшней программы. Естественно, программу был приглашен Михаил Дмитриевич Китайгородский, ректор Коми-государственного педагогического института. До самого последнего момента нам подтверждали то, что он будет в нашей программе, и буквально за несколько минут перед записью нам позвонили, сообщили, что он отказывается от участия в нашей программе. Нам очень жаль, потому что хотелось бы, чтобы руководители вузов, которые будут участвовать в инновационном процессе, максимально использовали любую площадку для того, чтобы высказать свою позицию, свою точку зрения на будущее, в том числе и высшее образование нашей республики. Что такое будущий университетский комплекс? Это путь к развитию или это вот необходимость? Не дай бог галочка, вот чего. Ну, отчитаемся. Пришли бумажку к господину Ливанову. Все, господин Ливанов, у нас все красиво. У нас есть университетский комплекс. Мы скоро будем эффективны. Или для нас это важно? Вот как, ваше ощущение, что должно мы в итоге будем получить? Вячеслав Григорьевич, ваше мнение. Ну, давайте все-таки вернемся к тому, с чего начну. Вот те риски, которые нас ожидают. Вот когда вузы начинают увеншаться, а эта тенденция уже отмечена была, то возникает естественная проблема – мобильности преподавателей. Хорошо всем известно, чем меньше вуз, тем меньше мобильность преподавателей, тем в частности возникает проблема. Дисциплина должна быть прочитана, преподавателя в вузе нет. Начинается поиск этого преподавателя в других вузах. Это перекрестное опыление вузов друг с другом. В этой ситуации объединение вузов дает более мобильную структуру, которая может более четко и разумно удовлетворять потребности обучающихся, реализовать на более высоком уровне и более плановом уровне учебный процесс. Второе – это технология управления вузом. Когда есть два небольших вуза, то управлять ими легче, но решать проблемы региона сложнее. Александр Ильич, вы вот когда все это видите, на меня смотрим. Вы вот на Александра. Вот Александр – тот человек, которого надо убедить сегодня в том, что это важно. Что получит этот человек? Потому что в этом случае каждый директор вынужден решать проблемы своего вуза. Вузы автоматически уступают в определенную конкуренцию. Тем более, что очень много специальностей родственного плана. И это, вообще говоря, идет во вред факту подготовки хорошего специалиста. Потому что вот тот недостаток абитуриент, который мы сегодня имеем, он приводит к тому, что вот эти ребята, которые хотели бы получить данное образование, которые нужны республике, как высококвалифицированные ребята, они рассеиваются и в итоге вуз попадает в красную зону, потому что он вынужден набирать тех, кого он сможет набрать. Это опасная зона, а не в смысле политических пристрастий. Да, решить, так сказать, вопрос подготовки классных специалистов. Ну и третий момент, который здесь очень важен, это вопрос рационального использования финансов. Вы меня извините, когда много мелких вузов, тогда огромное количество денег уходит на содержание аппарата, управленческого аппарата этих вузов. Наверное, лучше было бы эти деньги освободить и посетить как раз на улучшение жизни студентов, на повышение качества работы преподавателей, и в том числе и той же зарплаты преподавателей. Хорошо, это мы получаем. Здорово. Светлана, что еще получаем? Опять же, да, мне интересно как раз разговаривать со студентом по этому поводу, потому что вопреки как раз позиции, занятой ректоратом пединститута, я долгое время работала в пединституте, профессором, я сам доктором стала, я кафедру создала психологии и развития. Причем по качеству работы кафедры психологии и развития, поверьте, это лучшая кафедра. Сегодня в республике психологическая, в том числе, она признана на уровне психологического института Российской академии образования Ярославского государственного университета, РГПУ, да, имени Герц. И вот и закроют вашу кафедру, Светлана Ивановна. А как раз кафедра-то не боится. Кафедра как раз вот в контексте преподавателей. И кафедра выпускает четыре специальности. И кафедра стала главным врагом ректора Макитая Горькова. Нет, стоп, 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 давайте в личное не пойдем. Никогда не пойдем. Я перехожу к главному. Мне интересует, кафедра сохранится. Я перехожу к главному. Кафедра сохранится. Отлично. Потому что кафедра работоспособна, она практически востребована. Это люди, которые имеют уже сегодня, да, и хороший доход, и независимо от руководства. Нас интересует образование, качество образования. Ну, я в этой области фанатик. Скажем, вы, например, вы находитесь на первом курсе. Вы сказали, да, что вы уже видите разницу, да, между тем, что вам дают ваши преподаватели. Я действительно с большим уважением отношусь к преподавателям от филологического факультета. Я знаю их лично. И при этом, хотя они не очень хорошо относятся ко мне. И при этом знаю позицию ректора. Проблема в управлении в том, что этого ректора, это руководство выбрали преподавателей вашего факультета. То есть есть очень много корней, которые не очевидны, естественно, да, для студента первого курса. Но угроза вашему образованию состоит в том, что сегодня методисты института, им не подготовлена смена. Многим из них уже за 70 лет. И поверьте, да, кто придет на смену им? Молоденькие девочки. Их никто не подготовил, да, то есть они ничему не обучены. То есть реально возникает угроза тому, что следующее поколение студентов получит это образование. Спасибо. У меня убедительная просьба, коллеги. Мы, знаете, у нас город маленький, республика оказалась еще меньше. У меня убедительная просьба. В аргументации не используют какие-то личные свои дела, которые были связаны с тем или иным вузом. А вы знаете, я обожаю свой средок классический юзид, но там есть преподаватели, которые ставили мне двойки. Что же мне теперь из этого строить? А у меня только личные просьбы. Скажите, пожалуйста, вот мы отречисляем плюсы определенные. Ваше мнение. Здесь я соглашусь с Владимиром Егоровичем относительно, ну только не финансов, а я бы расширил, ресурсов. Правильно? Да. Перераспределение ресурсов. Поскольку есть ресурсы, в частности, профилактории, другие спортивные залы и так далее в Сыскарском госуниверситете, бассейн, который там реконструироваться, должен реконструироваться, наконец-то, да, и что-то там должно получиться. Есть общежития, в которых нуждаются, так сказать, студенты Сыскарского госуниверситета. То есть, если интегрировать, консолидировать даже, не интегнировать, а консолидировать ресурсы обоих учебных заведений, для того, чтобы повысить качество вашего образования как раз. Потому что, я согласен с Владимиром Егоровичем, действительно, мы сейчас не будем называть цифр конкретных моментов, но до 40% бюджетов в некоторых учебных заведениях уходит на административно-политческие персоналы, обеспечивающие вот эти процессы все. Это не есть правильно. При очень неслабых зарплатах. Это не очень правильно. И поэтому, с одной стороны, Министерство образования, вот вы спросили, абсолютно правильный вопрос. Министерство образования Республики Коми не является учредителем этих учебных заведений. Ни Эпидинститута, ни Сыскарского госуниверситета. И де юра, де юра, и учредителем, и, в общем-то, приказы все будут подписывать Министерство образования и науки Республики Федерации. Но де факто, де факто, то есть так складывается, и, наверное, это позитивная ситуация, что в субъекте Республики Федерации, в том числе и к нам, сгружается все больше и больше вопросов, связанных с высшим образованием. Потому что здесь, в Республике, нам совместно, с вами, виднее, какие специалисты нам нужны. И, прежде всего, мы будем ориентироваться на рынок труда. У нас есть порядка 200 вакансий учителей, которые не закрыты. При этом Пединститут выпускает порядка 400-500 учителей. Министерство образования Республики Коми выпустилось, всего по очной форме учения выпустилось 302 человека. Из них трудоустроены 289 человек. Неплохо. Хорошая цифра трудоустройства. Из них 119 трудоустроены в системе образования. Все правильно. Таким образом, 170 человек, выпускников Пединститута, не пошли работать в школу. А при этом, по информации же Министерства образования Республики Коми, есть 180 открытых вакансий в учреждениях образования Республики Коми, которых не хватает. То есть разговоры о том, что Республика Коми потеряет педагогическое образование, вот эта информация, она, по-моему, разбивается об эту цифру конкретную. У меня такое ощущение, что когда не хотят этих видеть плюсов, или их действительно нет. Да нет, я допускаю, что эти плюсы могут появиться, но вопрос в совершенно другом. Коллеги говорят, так сказать, замечательные вещи, мы объединим ресурсы, мы сделаем это. Но, давайте посмотрим, как сегодня выглядят на самом деле наши вузы. Это, извините меня, феодальное кормление ректоров. Согласна. Да, а с чего, собственно, будет более крупный феодал появится у нас, который будет ворочать серьезными потоками, и что? То есть там 10 проектов, там будет в общей сложности 20. И что? Что, собственно, изменяется? Есть. Есть угроза такая. У нас, посмотрите, я не буду называть фамилии, посмотрите, у нас есть вуз в городе, теократия. Уже, так сказать, не монархия, а уже теократии у нас появились, так сказать, мракобесия. Понимаете, наступает. Наступает мракобесия. Ну вот реальная теократия в вузе. Разберитесь, так сказать, с ситуацией, господа, посмотрите, что вот. Вот, извините, пожалуйста. Вот, значит, с чем мы живем? Ну и что, так сказать, мы сделаем, так сказать, монархию, так сказать, там трон построя золотой. Понимаете, ну это что? Илья Александрович, это я с вами совершенно согласен. И это, извините, пожалуйста, еще одна причина того, что необходимо заниматься интервьюированием обоих вузов. Разве я не прав? Значит, необходимо, значит, но хочется увидеть, наконец, реальные конкурентные выборы ректора. Да? Хочется увидеть. Пусть это будет в объединенном вузе, пусть это будет в разделенном вузе. Давайте конкурентные выборы. Где они? Покажите их. Кроме этого, хочется увидеть эффективную, достаточную систему управления в этом вузе. Безусловно. Которая бы отвечала новым задачам. Вячеслав, пожалуйста, прошу вас. Я по этому поводу, если-таки, продолжу, то, что сказал Леонид Александрович. Вот тут как раз вопрос принципиальный. Вот, что мы хотим получить, действительно. Либо мы хотим слить два вуза, образовать новый вуз, или просто, как говорится, влить один в другой, то, что называлось, поглощением. Либо мы хотим все-таки выполнить интеграционный процесс, как процесс, который позволит нам консолидировать то лучшее, что есть в каждом из вузов. И вообще говоря, идеальный вариант, это образовать вуз, который, а, сможет взять все лучшее из каждого из вузов, который может это дополнить, это лучшее чем-то новым, модернизировать то, что является плохим. Не, вот, как иногда говорят, избавиться от худшего, вот, уволит там кого-то прочего. Не этот принцип должен быть. А выбрать механизм модернизации вот тех худших ячеек, которые отстают. И в итоге мы тогда получим вот, действительно, новый вуз, соответствующий. Скажите, пожалуйста, насколько одному только. Но при этом, при всем объединять, должна быть модель объединения. Пока нет этой модели, мы просто обсуждаем какой-то непонятный вариант. А скажите, пожалуйста, всем участникам вопрос, насколько важна форма в данном случае объединения? Вот эти разговоры, по чьей гидой, кто за кого захватит, поглотит? Давайте все-таки вспомним, что сейчас идут процессы консультаций взаимных. Ректораты обоих учебных заведений, они встречаются, общаются. В том числе, когда мы встречались со студентами вашего учебного заведения, а также с ГУ. Мы говорили о том, и рекомендовали, чтобы студенты тоже направили своих представителей в эти рабочие группы. Александр, вошли бы туда в группу такую? Вот, предлагают вам, как представителю сельской школы, выпускнику войти. Решение принято, войдете туда. Ну, хоть я и против этого объединения, я бы не отказался, как бы, все это проконтролировать. Мы не можем заставить студентов это сделать. Мы можем рекомендовать ректора учебного заведения все-таки включить студентов. И все-таки давайте посмотрим. Вот мы все время говорим о каких-то общих вещах. Я старую у них фактов конкретных. Например, если взять список лицензий даже. Список лицензий с Ифгарского государственного университета и список лицензий по так называемым укропненным группам специальностей пединститута, то мы увидим, что у нас, как в том хорошем пазле, все складывается замечательно. В каком смысле? Сейчас Ифгарский государственный университет не обучает по направлению укропненного группы специальностей педагогики образования. Пединститут обучает. То есть риск такой, что преподаватели, которые сейчас работают в пединституте, Войдут в какую-то прямую конкуренцию с преподавателями, которые в Ифгарском государственном университете. Это неправильно. Но с другой стороны, давайте посмотрим еще один момент. Есть пединститут, есть Ифгарский госуниверситет с институтом педагогического образования внутри, есть институт развития образования КОМИ, есть другие вузы, которые также претендуют на квалифицированную подготовку кадров, например, по направлению менеджмент в образовании. Правильно, Вячеслав Горич, я говорю? Академию госслужбы имею в виду. А теперь возникает вопрос. Вот, например, Министерство образования Республики КОМИ. По большому счету, и, в общем-то, это тот результат, который мы ставим перед заказчиком услуг по подготовке, переподготовке тех же самых учителей, других кадров отрасли. Мы выставляем на конкурс. И возникает вот маленький вуз, другой маленький вуз, преподаватели, по большому счету, одни и те же. То есть преподаватели, которые работают в Сахарском госуниверситете, некоторые из них в пединституте, и наоборот. То есть вот это вот распыление идет. И мы не можем нащупать тот самый результат, который мы хотим. А мы хотим качество. Ну, Дмитрий Анатольевич, тем не менее, вот я поставил вопрос, и пока я не слышу на него ответа. А вот модельного вуза, она уже есть, или она только будет создана, и будет... Вот рабочая группа занимает этим вопросом? Смотрите, здесь Вячеслав Горич тоже сказал, я его поддержу, что на самом деле, Светлана Ленина сказал, что процессы идут. И мы по факту, по прецедентам имеем ряд примеров, ряд моделей. То есть модели на законодательном уровне, они, так сказать, упираются в законодательство, в кодексе и прочее, прочее, прочее. То есть юридические аспекты, если брать, да? Безусловно. Если брать содержательный аспект этого вопроса, то здесь несколько вариантов. Безусловно, вариант ликвидации КГПИ путем присоединения к СГУ, ликвидации СГУ путем присоединения к КГПИ, или создание некого третьего учебного заведения, которое будет создано как результат модернизационных изменений. А вы будете созданы? И, наверное, это самый оптимальный путь. Отлично. Дмитрий Анатольевич, извините, пожалуйста, я закончу. У меня короткий вопрос. Вы, за какую модель? Лично. Вот вы лично. Вы знаете, действительно, я согласен со всеми выступающими, что ПЕД-институт богатая традиция. Ставкарский госуниверситет богатая традиция. Я сам долгое время работал в Ставкарском госуниверситете. Сейчас по роду своей деятельности достаточно хорошо знает ситуацию в ПЕД-институте. И здесь вот этот интеграционный, вот говорить о том, что КГПИ надо ликвидировать и присоединить к СГУ все, что там есть, преподавательские составы, кафедры, это неправильный путь. Неправильный путь. Здесь, ну почему мы, естественно, образование говорим? Вот в том числе, может быть, и вы, Александр, считаете, что мы вот с Валютой Таичем Шарковым каждое утро приходим и думаем, как же вот тут ПЕД-институт ликвидировать? Как бы его вот ликвидировать? Это не уровень наших полномочий. И, в общем-то, здесь нам, Лука, ведь не приходится. Мы в течение года, вот года, пока я перешел в министерство, на мои глаза все это было, мы в течение года встречались с вашими руководителями. В течение года предлагали разные модели. И, в общем-то, филиал, то есть, сама Герценовка, Иван Витальевич два раза в Шарков ездил разговаривать. Но у нас есть документ, письмо за подписью, так сказать, руководства КГПИ, где написано, что создание филиала Герценовки в Республике Коми позволит, так сказать, не развить педагогическое образование, мы против. Тогда вы зал интегрированные вузняки? Интегрированные вузняки. Интегрированные вузняки. А ваши ощущения, вот с точки зрения бренда, вот какой бренд был бы интересен? Я еще раз говорю, я тут скорее с Вячеславом Григорьевичем согласен, значит, что вопрос, так сказать, как вообще будет идти этот процесс. Пусть это будет объединение, пусть это будет там вообще совершенно новый бренд, неважно. Ну давайте, ну вот, господа, давайте честно посмотрим, ну что такое этот наш Сыктывкар, да, 250 тысяч, ну вот, что такое крупный университет внутри этого города? Да это центр жизни, основной вообще, это основной, нет, культурной жизни, значит, всего. Вот, значит, процесс этого объединения, процесс создания нового вуза, значит, должен быть в фокусе общественного мнения вообще всего города. Город жить этим должен, понимаете? Если этого нету, то и получится очередное феодальное кормление, я в этом уверен. Значит, я вспоминаю вот те времена, замечательные, когда, ну, может быть не в полной мере, но хотя бы отчасти, университет был тем, чем он должен быть. Я помню театр, Курановский театр, помните Курановский театр, да? Да, конечно, конечно. Когда премьера университетского, он студенческого театра, да, события для всего города, весь город обсуждает, значит, что будет, планы, значит, всех артистов студенческого театра знают весь город, понимаете? Вот так должно быть, да? А помимо театра еще много чего в университете должно быть. А, Александр, скажите, пожалуйста, вот вы нас все внимательно слушаете и молчите, я думаю, потому что вы для себя какое-то решение принимаете. Скажите, пожалуйста, когда вы станете студентом через какое-то время, вы все равно закончите по той специальности, по которой вы поступали, это очевидно. Это безусловно. А скажите, пожалуйста, чего вы не хотите потерять, когда будете учиться вот в этом объединенном комплексе? И чего вы хотите приобрести? Я вообще вот против этого объединения, потому что считаю, что в будущем времени я считаю, что педагогическое образование будет исчезать полностью, я считаю. Так же, как когда было КГПИ, исчезало АКОМИ-отделение. Вот еще в прошлом году, еще в прошлом году это обсуждали как раз-таки. И я считаю, что сейчас задача власти как раз-таки все это сделать более привлекательным. Это первое, буквально первое, для того, чтобы не должно исчезнуть педагогическое образование. Правильно? Должно сохраниться. Оно должно сохраниться и развиваться. Что еще нас волнует? Далее это должно быть привлекательно вообще для народа. Для поступающих. Для поступающих. Это безусловно. Далее. Я считаю, что это объединение больше как ущемление, даже уничтожение нации. Уничтожение национального самосознания, потому что вот КГПИ, институт без КГПИ, отделение, это вообще ничто. А вы были на отделении комифилологии в Сыктывкарском университете? О чем вы говорите? Где преподаватели были уровня, ну я буду называть несколько фамилий, там господа Игушев и другие. Уехал. И так далее. Раз университет в международном масштабе представляет национальность. Может быть тогда еще от незнания, от незнания того вуза, которым будет объединение. Ведь те плюсы, которые появляются, они очевидны. Уровень научной работы. Может быть этот вуз сможет возвратить тех людей, кто уехал из Сыктывкарского университета. Им станет интересно там работать. Я хотел бы, чтобы вот Александр Караманов, как яркий пример того, что есть точка зрения категорическое неприятие, может быть это юношеский максимализм, есть это выстроенная точка зрения. Это малоинформировано. Он, может быть, малоинформировать, он стал ярким примером того, как положительно повлияло на наш выпуск, на наших ребят. Вот это решение должно быть очень верным со всех точек зрения. Нужно учесть интересы преподавательского состава, студентов обоих вузов. Это очень важно. Оба вуза должны быть уверены в этом. Но главное, я очень хотел бы, чтобы выпускники университетского комплекса были нужны нашей республике, были нужны, и не стыдно было за них на уровне российском, что было всегда. И чтобы это решение было в будущем, буквально через короткое время, воспринято как очевидное благо для развития образования в нашей республике. Собственно, ради этого все это очевидно и затеяно. Я думаю, что это разговор только начало большого разговора. И чем больше мы будем это обсуждать, тем лучше не замыкаться в себе. Потому что у нас и Коми-государственный пединститут, и Цитовкарский университет, это вузы с великолепной историей, которой мы гордимся. Вот это надо помнить. Спасибо вам за участие в программе «Точки над И».